Список по программе «Нацфонд детям» будет сформирован уже 15 января. А уже 1 февраля ЕНПФ откроет целевые накопительные счета, достигшим 18 лет в 2024 году. И тогда же суммы будут доступны для просмотра на интернет-ресурсах электронного правительства и ЕНПФ. Между тем, казахстанцы жалуются на путаницу с данными на портале ЕГОВ. Подробные расскажет Эльмира Ержанова. Списки сформируют 15 января в ЕНПФ. Являющимся оператором программы говорят, что идет проверка базы данных. Между тем, в последнее время все больше казахстанцев жалуются на путаницу на портале ЕГОВ. Житель столицы журналист Илья Рыбин не стал исключением. Недавно он обнаружил, что вместо двух детей у него откуда-то появились еще четверо. После публикации истории в соцсетях у него на портале пропала графа «Семья». Я захожу в ЕГОВ, открываю ссылку, там захожу в «Семья» и смотрю, и такой, что происходит. Я не могу понять, у меня какие-то четверо детей. Значит, там семья молодцы. 15-й год, 17-й год, 20-й год и 22-й. Нет фамилии у них, и там разные дети. Я так понимаю, что мои дети, данные моих детей, могли оказаться так же само в чем-то другом аккаунте. И я не уверен, что человек условно там что-нибудь с этими данными не сделал. Потому что у нас, во-первых, те базы куда-то сливаются мошенникам. В ЕНПФ считают, что путаница возникает в редких случаях. Не исключают, что в цифровых документах некоторые дети не отображаются у своих родителей, либо отображаются некорректно. Поэтому не будет лишним проверить данные через ЕГОВ. В случае, если их нет, внести, либо обратиться в госорган. Якобы этот момент не влияет на получение выплат, так как каждый ребенок, являющийся гражданином Казахстана, получит выплаты из Нацфонда вне зависимости отображения данных на портале ЕГОВ. Чтобы получить данные накопления, совершеннолетнему необходимо будет обратиться к уполномоченным операторам. Уполномоченные операторы будут являться банки второго уровня, либо Каспочта. Уже на основании этого заявления с приложением подтверждающих документов будет осуществлен перевод средств на специальные счета, открытые у полномоченного оператора. ЕНПФ осуществит перевод в долларах США, а уже выплата целевых накоплений будет осуществлена в тенге. На деньги от Нацфонда совершеннолетний может купить жилье только в пределах страны, либо использовать их на образование. Кстати, здесь ограничений нет. В какой стране мира? По некоторым почетам, те, кому уже в этом году исполнится 18 лет, смогут получить около 160 долларов, а родившиеся в 2023-м до 4000 долларов. Эльмира Ержанова, Замат Кубигянов, Информбюро, Актубе.